МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новость о Дагестане. В студии Джамиля Шарипова. Коротко о главных темах. Ветер, ветер, ты могуч! Тысячи дагестанцев остались без света из-за разрушительных порывов стихии. 46 отравившихся на сегодняшний день. В результате проверок Роспотребнадзор приостановил работу трех детских садов. Верхом на солнце о том, как ипотерапия ставит на ноги и дает надежду, смотрите в нашем сюжете. Роспотребнадзор временно приостановил деятельность трех детских садов по факту массового отравления. Это сады номер 41, 35 и 66. Совместно с прокуратурой проводится внеплановая проверка, чтобы установить источник инфекции, отобраны пробы пищевой продукции и смывов с объектов окружающей среды. Обследуются пострадавшие дети и персонал учреждений. В отношении поставщика пищевой продукции начато административное расследование. А СК возбудил уголовное дело. На сегодняшний день число пострадавших детей достигло 46 за ночь. В детский инфекционный стационар поступило еще 4 ребенка. В Дагестане 13-летнего школьника насмерть задавило спортивным инвентарем. Трагедия произошла в Терратинском районе. На мальчика упали футбольные ворота, когда он раскачивался на перекладине. От полученных травм подросток умер по пути в больницу. В данный момент следствие проводит доследственную проверку по факту смерти школьника. Информация об усилении ветра до 25 метров в секунду поступает от гидромета. Отмечается, что штормовое предупреждение объявлено по всем Приморским районам республики. Высота волн достигнет 2-3 метров. Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным счетам, деревьям, недостроенным зданиям. Рекомендует МЧС России. Более 6 тысяч человек в Дагестане остались без электроснабжения. В нескольких муниципальных образованиях республики в результате обрыва электропроводов произошли аварийные отключения электроэнергии. В Дербенском районе без света остались два населенных пункта, обесточено три социально значимых объекта. Без электричества осталось также четыре населенных пункта Хасавюртовского района с населением 5 тысяч человек. Восстановительные работы уже начались. Кроме того, региональные МЧС сообщают о том, что в разных точках Махачкалы имеются разрушения кровли, падения деревьев. Спасатели выехали по шести адресам из-за частичного разрушения кровель и еще по пяти из-за падения деревьев. Жертвы и пострадавших в результате происшествий нет. Массовых разрушений в Махачкале нет. Имеются единичные случаи повреждения кровли здания и падения деревьев. Силы и средства Главного управления МЧС России по республике Дагестан на данный момент проводят работы по ликвидации последствий стихии. В мэрии города сообщается, что из-за аварии на Вузовском озере многоквартирные дома города может быть ограничена подача холодной воды. Отметим, что там сгорел большой электродвигатель на основной насосной станции. Восстановительные работы проводятся Махачкалинским водоканалом. Согласно прогнозу погоды, ветер продолжит бушевать и завтра. Поэтому администрация города призывает всех горожан не выходить из дома без необходимости и соблюдать меры предосторожности в этот период. Нужно избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Личный автотранспорт также желательно убрать подальше. от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Современный центр гемодиализа открылся в селении Гурбуки Карабадахкенского района. Расположен он на базе участковой больницы. Отделение оснащено 12 современными аппаратами гемодиализа для проведения очищения крови больным с хронической почечной недостаточностью. Функционировать центр будет в две смены. Центр значительно облегчит и повысит качество медицинской помощи пациентам сразу четырех близлежащих районов. Это Карабадахкенский, Сергокалинский, Левашинский и Акушинский районы. При тяжелых хронических заболеваниях почек каждые несколько дней больным приходилось ездить на процедуру гемодиализа за многие километры. В Махачкалу теперь это будет сделать намного проще. Когда мы вместе, у нас и получаются результаты, они получаются гораздо быстрее, эффективнее мы работаем тогда. И самое главное, вот эти наши совместные действия, если мы все вместе, это в первую очередь на ком отражается? На конкретном человеке. В Дагестане более двух лет реализуется благотворительный проект «Верхом на солнце» при поддержке Минсельхозпрода, в рамках которого проводятся оздоровительные практики для детей с особенностями развития. Подробности в нашем сюжете. Ежегодно благодаря проекту «Верхом на солнце» бесплатно проходят реабилитацию около ста детей. Проект предполагает регулярное проведение оздоровительных практик для детей с синдромом Дауна, аутизмом и детским церебральным параличом. Мы начали ездить два года назад. Приехали мы практически, он даже толком ровно ходить не мог. Площадь такой, вялый ребенок, апатичный, не умел читать. Никакого интереса к жизни не было. Как стали ездить сюда, он у меня стал уверенный в себе. Научился читать, ему стало интересно. Имена лошадей, чтобы прочитать, он стал буквы у меня изучать. Он стал у меня уверенный в себе, стал ходить ровно. Социально значимый проект реализуется на базе конно-спортивных школ «Джигит» и «Ватан» и предусматривает проведение сеансов ипотерапии, реабилитации посредством адаптивной верховой езды. На сегодняшний день у нас очень хорошие результаты работы. Я не только инструктор, я также мама особенного ребенка, жизнь которой изменила лошадь. У меня дочь с аутизмом, и в принципе, разговаривать она начала, можно сказать, на лошади, что и привело меня в эту работу. По словам родителей, ипотерапия дает осязаемые результаты в лечении их детей. Они начинают лучше разговаривать, улучшается их физическое состояние и психологический настрой. Видим, конечно же, положительную динамику. Ребенок стал более коммуникабельный, развивается, очень любит, конечно, своего коня. Алекса любишь, Абакар? Абакар, как это? И хотим, конечно же, дальше продолжать это, и чтобы как-то это развивалось в Дагестане, ипотерапия, потому что нуждаемся в ней не только мы, и очень много деток. Более того, дети с ограниченными возможностями принимают участие в различных соревнованиях. Не так давно они, например, привезли со всероссийской спартакиады четыре медали с четырех возможных. А это значит, что подобные реабилитационные практики дают ощутимые результаты. Сейчас тоже мы участвуем в проекте «Верхом на солнце». В прошлом году мы участвовали также в соревнованиях, то, что ей очень нравится. Вот, каждый раз спрашивают из-за пандемии, конечно, у нас многое, что, в общем-то, отложилось. А так, в принципе, нам очень нравится. Вот, и не столько, сколько вот ей, мне и самой нравится сюда приезжать. Алина Богилова, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ «Махачкала». В 2018 году в семье Магомедовых случилось несчастье. Сгорел дом со всем имуществом. Благотворительный фонд «Инсан» в Сулейманстарском районе объявил сбор для этой семьи. Общими усилиями было собрано полмиллиона рублей. Прошло два года, и теперь Магомедовы снова обрели крышу над головой. Поздравить их с новосельем приехали представители муфтията, фонда «Инсан» и другие религиозные деятели. Хозяевам дома вручили небольшой подарок. Стоит отметить, что это уже четвертый дом, который был построен благодаря фонду «Инсан» в Сулейманстарском районе. Накануне муфтии республики шейх Ахмад Афанди встретился с имамами, которые прошли курсы по усовершенствованию ритуального омовения и намаза. Делегацию сопровождал заместитель муфтия Мухаммад Мангуев и председатель совета имамов Махачкалы Умарасхаб Арслан Алиев. Шейх Ахмад Афанди выступил с напутственным словом в адрес имамов, чтобы полученные ими знания приносили пользу в их дальнейшей деятельности. Обращаясь к выпускникам курса, муфтии республики также подчеркнул значимость уважительного отношения к учителям. В завершении встречи богословы получили дипломы о завершении курсов. Человек может найти для себя оправдание. Это было там сколько-то лет, веков тому назад, сейчас время Ахирзамана, поэтому нам простительно нет, нам ничего не простительно. Нам надо максимально стараться, соблюдать. И то, что Мухаммад сегодня до такой степени рад, это говорит о его искренних намерениях. Таких алимов в Дагестане, алхамдуллах, есть. Аллах дал. За то, что хоть вы так серьезно взялись за это, и вы намерены дальше распространить, вот за это он рад, вот это радость, я считаю, ради Аллаха. Вот в школах дети особо барракад не получают. В школах. Почему? Потому что они учителей не уважают. Я это тоже хочу, вот, пользуясь случаем, сказать, я бы попросил детей, я бы попросил родителей, чтобы они к учителям относились уважительно. В этом случае они барракад получат. Как вы получили от своих муалимов барракад, за то, что вы их уважаете, даже хотите их чем-то наградить. Дуа сделаем, чтобы у вас учеников было десятки раз больше, чтобы вот это дальше распространилось. Это же что распространилось? Соблюдение сунната. А в харзе речи не идет, конечно, в харзе совершают. А нам надо и суннаты совершать. И после суннат Адаби все надо соблюдать. То, что Аллах, если Аллах и Аллах, пророк делал, мы должны делать. У нас есть с кого убрать пример, ахамду лиллах. А в Магарамкенском районе прошла встреча главы муниципалитета Фарида Ахмедова и заместителя муфти Республики Ахмада Кахаева. Обсуждали предстоящий форум имени Мухаммада Яракского, который пройдет 13 октября в Магарамкенте, цель которого – сохранение мира и стабильности в обществе. В работе форума примут участие представители всех уровней власти, делегация российских ученых, дагестанские ученые-историки, а также делегация духовенства со всех районов и городов республики. На форум приглашаются все желающие. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Удачных выходных, всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова